Здравствуйте! Это новости на Дону, в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Новая в господдержке сельского хозяйства. Перед открытием агропромышленного форума говорили о субсидиях. Мне придется отвлекать собственные средства для того, чтобы платить всю стоимость кредита. Генеральная уборка страны. Народный фронт составляет интерактивную карту стихийных свалок. Позволит обычному гражданину, рядом с домом которого находится несанкционированная свалка, добавить отметку на карте. Конструктивный подход к конструктивизму. Ростовский архитектор пытается спасти архитектуру эпохи авангарда. Это была каменная штукатурка. А сейчас, вы посмотрите, идет выкрашивание поверхности фасада. Это не реставрация. Агропромышленный форум Юга России начался сегодня в Ростове. А еще до его открытия на совещании представители Минсельхоза с аграриями говорили об изменениях в господдержке хозяйств. Раньше аграрии брали кредит под 14-18%, полностью выплачивали проценты. И только потом государство часть затрат возмещало. А с этого года производители и перерабочики сельхозпродукции могут получить льготный кредит по ставке от 1 до 5% в уполномоченных банках. А остальные проценты по кредиту банкам напрямую выплатит государство. Для сельхозтоваропроизводителя это очень хорошее условие, так как им не придется отвлекать собственные средства для того, чтобы платить всю стоимость кредита. И еще одно новшество. Теперь регионы смогут сами перераспределять субсидии от федерации между отраслями сельского хозяйства, что позволит быстрее помогать тем, кто больше в этом нуждается. Генеральную уборку страны начинает Общероссийский народный фронт в год экологии. Начнут с того, что составят интерактивную карту стихийных свалок. На нее уже нанесли почти сотню точек по всей стране. На очереди Ростовская область. Красным уже загорелись первые 9 донских городов. Проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» должен реально отобразить ситуацию с захламленностью территорий. Наша интерактивная карта позволит обычному гражданину, рядом с домом которого находится вот эта несанкционированная свалка, добавить отметку на карте. Мы, Народный фронт, можем это, соответственно, увидеть и направить по принадлежности. Интересно, что жалобы, а затем и проверки, коснулись не только несанкционированных свалок. Например, законный полигон твердых бытовых отходов Таганрога тоже отмечен красным. Причина – несоответствие требованиям, поясняют активисты. Граждане видят, начинается весной и заканчивается уже ближе к зиме, что полигон постоянно горит. Таганрог всегда занимал ведущие позиции по онкологическим заболеваниям. И это, непосредственно, проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. В ОНФ понимают, что за один экологический год с проблемой, которая накапливалась десятилетиями, не справится. Ведь только в нашем регионе стихийных свалок по одним данным 300, по другим – все 600. Проект «Интерактивная карта свалок» станет общественной службой одного окна. Любой из нас может указать адрес свалки, добавить фото, отправить информацию на сайт kartasvalok.rf. За ее ликвидацию возьмутся общественники Народного фронта. Елена Ребжанова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Узаконить отношения жильцов многоквартирных домов и управляющих компаний по новой форме договора, разработанной Минжи-КХ, можно будет в середине марта. А пока за круглым столом в Торгово-промышленной палате представители министерства и эксперты обсуждают основные пункты документа. Это вообще основной документ, конституция каждого дома, скажем так. Потому что именно этим документом руководствуются в своих взаимоотношениях жители наши и управляющие организации. От его содержания очень многое зависит. В новом договоре учтут последние изменения в системе ЖКХ. Документ должен быть грамотным и практически полезным, не слишком объемным и понятным. В приложениях к договору оговаривают финансовые отношения. Подводя годовые итоги, управленцы должны отчитаться, на что потратили деньги или сколько сэкономили. В другом приложении можно прописать сроки и стоимость необходимых дому работ. Собственники, если соглашаются, что в год мы потратим на это дело такие-то рубли и денежные средства, то значит управляющая компания их может поставить при согласии с собственником, затем разделить эти деньги на 12 месяцев, получится часть месячного расхода. При подписании договора можно менять и форму, и содержание, но только по обоюдному согласию. Кстати, подписывать этот документ государство никого не обязывает, исключительно по желанию. Театр Горького остался без воздуха и света, а крупные памятники конструктивизма, жилые комплексы на Буденновском и Суворово заросли рекламой и пластиком. Своё мнение о содержании и восстановлении культурных объектов ростовский архитектор Артур Токарев выразил в книге «Архитектура Юга России. Эпохи авангарда». Вот он, герой социалистического труда, символ советской индустриализации и архитектурная гордость Ростова. Визуальный театр Горького похож на первый гусеничный трактор «Комунар», но такое сходство, оказывается, видят не все. Это вопрос спорный, потому что ни в одном историческом документе нет никаких подтверждений того, что архитекторы специально закладывали сюда такой образ. Но так или иначе он сложился, и теперь он же останется всегда вместе с ним. Сухая рациональная внешность и минимум декораций контрастно подчеркивали театральность здания. И так было до Великой Отечественной. Разрушенный в 42-м зрительный зал восстановили только наполовину. Теперь он вмещает 1200 человек. А последующие реставрации не радуют архитекторов. Свои эмоции Артур Токарев вложил в книгу «Архитектура Юга России. Эпохи авангарда». Здесь и довоенный облик театра, и его внутреннее убранство. До войны это было здание, покрытое, как говорят, инкерманским камнем, известником, бракушечником. Ну, это был натуральный камень. То после войны сделали штукатурку, ну, это была каменная штукатурка. А сейчас, вы посмотрите, идет, что происходит. Это штукатуривание новыми материалами, выкрашивание поверхности фасада. Это не реставрация. В областном Минкульте спешат архитектора успокоить. Внешний и внутренний театр восстанавливают по фотографиям 1935 года. Вот эти все галереи сегодня восстановлены. Полностью мы поменяли остекление западного и восточного фасадов. Мы еще просим Федерацию, и нам нужны порядка 150 миллионов, на фасадную часть, на лобовой и на восстановление барельефов Королькова. С левой и с правой стороны от фасада, если вы видели, это тоже объект культурного наследия федерального значения. Основательно реставрировать театр начали в 2014-м. И за три года на это ушло 200 миллионов рублей. По словам министра, проект разрабатывался в Москве лучшими реставраторами. Так что малахитово-зеленый и розовый декор смущать не должны. Это уже пришедший на смену конструктивизму сталинский ампир а-ля поздний классицизм. Говорят, иллюстрию копия тех, что висели при открытии театра в 1935-м. Единственное, что меняет световое решение архитекторов Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха – затемненные окна здания. Выразительность такой архитектуры не в декоре, а в простых конструкциях, во множестве острых углов и, конечно, в свободном пространстве. 50 лет прозрачные окна по задумке Щуко и Гельфрейха наполняли залы театра воздухом и светом. Сегодня затемненные витражи спасают театр от солнцепека. А вот архитектурный памятник той же эпохи конструктивизма – жилой комплекс «Новый быт» архитектора Михаила Кондратьева на Суворова-Соколова. По мнению Артура Токарева, после внесения в охраны списки здание только страдает. Вот так вот он выглядел в 2000 году. На этой фотографии видно, что он здесь находится просто в идеальном состоянии. После того, как его поставили на охрану, параллельно вместе с улучшением благосостояния нашего общества его начали портить. Такая же участь у другого жилого комплекса Кондратьева на Буденовском. Он ни разу не реставрировался, зато жильцы и предприниматели украшают его пластиковыми балконами, рекламой и разноцветными вывесками. Так что теперь эти символы советского архитектурного искусства неотличимы от множества современных безликих домов. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Юрий Лешко, Юрий Бабенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Продолжается сбор средств на строительство музея на Самбекских высотах, экспонатами которого станут и воспоминания очевидцев Великой Отечественной. Алексей вместо Авраам, русский вместо еврей. Так подделывал документы с печатями будущий выпускник Строгановки, а в 41-м 15-летний подросток Миша Зирченко. Вместе с отцом он спас на оккупированной территории 7 еврейских семей. В ноябре 41-го в село Благодатно на Днепропетровщине пришли беженцы-евреи. Их национальность знали только двое – отец и сын Зирченко. Узнав, что готовится облава, отец решил сделать им поддельные документы. Помощники взял сына, который хорошо рисовал. Сам писал справки, а Миша занимался печатями. Ставил их с помощью сырого картофеля и подделывал подписи. Дело раскатывать и все. И несколько, на 30-32 человека. Отец работал бухгалтером, и именно у него немцы пытались получить подробную информацию о жителях. Он указывал на поддельные документы, и подвоха никто не обнаружил. Сейчас три целых фашисты рассказывают. И евреи, он скажет, не евреями, а украинцы. Также евреев на бумаге сделали русскими и татарами. Еще пару лет во время облав детей прятали в силосной яме. А в середине войны подростков, уже не обращая внимания на национальность, собрали в лагерь за колючей проволокой. Но не прошло и месяца, как после налета советских самолетов пленные разбежались. Прячась сутками, сидели в стогах сена. Рассказывал, как он был же там в стогу, а дождик, пить-то хочется и кушать хочется. И дождик капает, капает эта водичка с соломы, а он ее, значит, так вот и пил. В конце концов, беглеца заметили и повели расстреливать. Миша решил попробовать бежать зигзагами, когда скажут «стоп», но, услышав «стоп», оцепенел. Но этот немецкий солдат оказался не фашистом и отпустил к мамке. Пришел больной на костылях, после войны учился в ростовском грековском училище и стал художником. А спасенные евреи после долгих поисков нашли спасителя и добились для него и отца израильского звания «праведник мира». Вот такие истории лягут в основу Народного музея на Самбекских высотах. Найти реквизиты для перечисления средств можно на сайте самбекмузеум.ру или отправить смс на номер 7715 со словом «Самбек» и через пробел с суммой пожертвования. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Субтитры создавал DimaTorzok